Припомните, чего вы добились за прошедший год, если считать сегодняшнего дня. Может быть, вы вспомните множество полезных уроков, которые преподала вам жизнь, множество совершенных вами ошибок, множество побед, которых вы добились, и множество потерь. За год много чего может произойти. Что касается меня, то не раз случалось, что за один единственный год в моей жизни круто менялось все. Но таким переломным, например, выдался 1997 год. У меня была семья из пятерых душ, и я должен был кормить, одевать их на весьма скудный годовой доход — 14 027 долларов. А спустя 365 дней мой заработок выражался уже шестизначной цифрой. Если среди моих читателей есть скептики, буду рад представить им копии соответствующих налоговых деклараций, ибо порой истина бывает куда как невероятнее, чем самый изощренный вымысел. В 2002 году я начал думать, как мне найти женщину своей мечты. В своих фантазиях я дошел даже до того, что составил перечень достоинств, коими должна была обладать моя избранница. Годом позже я встретил ту, что воплощала в себе все добродетели идеальной жены, упомянутой в 31-й притче книге притчей Соломоновых. А еще через пять лет мы сыграли с ней сказочно прекрасную свадьбу. В чем можете сами убедиться, если посмотрите на YouTube наш ролик. А вот пример из спорта. Финал World Series чемпионата США по бейсболу в 1991 году кабельный канал ESPN назвал самым выдающимся матчем всех времен. А между тем первенство разыгрывали команды, которые в предшествующем году замыкали турнирную таблицу. Это невиданное событие в истории американского бейсбола, чтобы команда, показавшая наихудший результат всего год спустя, пробилась в финал. Тем более, что в 91-м году финалистами стали целых две отстающие команды Minnesota Twins и Atlanta Braves, сумевшие за год из самых худших выбиться в самые лучшие. Так что за год может произойти много всякого. И чрезвычайно важно, чтобы вы, мои читатели, помнили об этом, отправляясь в наше годичное плавание по волнам жизни. А спросите-ка себя, если бы год назад я начал какое-то новое для себя дело и старательно работал над ним каждую неделю, то чего бы я мог добиться к сегодняшнему дню? В конце концов, 12 месяцев — это довольно много для того, чтобы начать пополнять свою копилку плодами успеха. Вот несколько примеров, которые убедят вас в моей правоте. Если бы вы каждую неделю писали по тысяче слов литературного текста, и так на протяжении всего минувшего года, то сейчас вы бы приближались к завершению полноценного литературного произведения, или, по крайней мере,